Семен Аркадьевич, добрый день. Здравствуйте. Вчера были у одного политолога известны, он сказал, что действительно была какая-то секретная поездка главы внешней разведки в Сирию, где он пытался, глава, убедить Асада уйти в отставку. Насколько это реально? Ну, это распространяется в ряде западных средств информации, что руководитель главного разведного управления, ныне, к сожалению, покойный, господин Сиргун, был в поездке в Сирию, и якобы он убеждал уйти Асада. Это якобы, говорю, потому что у меня таких достоверных данных нет, и я только могу ссылаться на то же самое, что и вы. Ну, вы знаете, я более трех лет назад написал, и моя справка размещена на моем сайте, я никакого ничего не регулирую, где я обосновал того, что Асад ни при каких условиях не уйдет. Оно базируется на нескольких, первое, это что, специфика Лавицкой общины, специфика семьи Асадов-Махлов, Асад, понятно, Павел Махлов, мама, да, значит, обязательства, значит, перед своей общиной, психологические особенности господина Асада, особенности взаимоотношения Лавицкой общины в историческом плане там, да, вот в этом плане, поэтому я три года назад написал, что это просто невозможно, и не потому что Асад хочет, не хочет, а потому что он это не может сделать. Я не знаю, были ли такие переговоры, разговоры, но я думаю, это зря торта времени. Кроме того, я хотел бы добавить, что уход Асада совершенно будет означать катастрофу, и не потому что, как говорят, все там, это элементарно, сейчас на него ориентированы аловиты, христиан, исмаилиты, друзы, суниты, светские, как мы их называем, такие уменьшиты и так далее, да, и вдруг вот этот символ, хорош он или плохой, уходит, это, соответственно, резкое снижение боевой способности армии, сил народного ополчения, различных структур, и система может начать разваливаться, приведите к катастрофическим последствиям. Поэтому я абсолютно уверен, во-первых, что Асад не уйдет, а во-вторых, что немаловажно, что уход его будет неправильно, это неправильное решение, которое может прийти просто в хаосе, значит, в Сирии. Если американцы, их союзники, Турция, Саудовская Арая хотят это сделать, действия, в принципе, не мы тем, так а то неем, то если у кого-то, у наших начальников в голове есть такая мысль, они должны ее выбросить, если им дорога репутация Российской Федерации. И дело не в Асаде, а дело в нас, в наших интересах, в наших расчетах. И есть ли у нас специалисты, которые это могут делать. А есть ли у нас действительно востоковеды, потому что квалифицированные, кроме вас, потому что вы сами рассказывали, что вам приходилось давать справки антические Андрею Кокошину, и вы ужаснулись уровню... Это вы слышали, наверное, как я во вторник выступал у Владимира Соловьева. Да, да, да. Я действительно в начале 90-х годов был порекомендирован к Андрею Фаначеву Кокошину. Мне приходилось работать не только с Кокошиной, я могу потом перечислить, значит. Он там был первым заместителем министра обороны, и вот меня, действующего полковника, его прикомандировали, была гражданская война в Таджикистане. И я не сказал, что я ужаснулся, просто я говорил о том, что я всегда привык говорить то, что есть. Если даже мне говорят, а вот такой начальник думает так, значит начальник вообще ничего не понимает. И обосновывал, и время показывал правоту этих действий. Я считаю, что одной из главных особенностей профессионала-эксперта является то, что есть, и отвечать за свои слова, а не то, что хочет услышать от него начальство. У нас зачастую есть такие товарищи, которые говорят, а что изводите? А вы так изводите? Да так оно и будет. А потом, когда свершается, оно свершилось и свершилось. Я приводил у Соловьева как раз во вторник, значит, некий товарищ разместил на меня в книге свою некую критику. Три момента в этой критике. Это очень большой, огромный начальник от востоковедения. Я думаю, его мама известна, им я не подоговорил. От государственного востоковедения. Он говорит, вот такой есть аналитик, спасибо, что он меня так назвал, хотя я считаю, скромнее можно было. И там есть три послета. Первый, какой я нехороший, я призываю ведение визового режима с Турцией, в частности, там, рядом других государств. Как он пишет, значит, для того, чтобы как бы обезопасить Россию от проникновения возвращения к нам тех наших граждан и граждан ряда страны СНГ, которые к нам едут. Он пишет, ну, я кратко, смысл такой, что я такой нехороший, хочу решить миллионы российских граждан в любой момент выехать и поотдохнуть на турецких пляжах. В контексте последних событий, я думаю, без комментариев, я еще смягчаю. Второй, я говорю, а что, собственно, они там могут ехать? Жестокости, что ли? Так они и так жестокие. То есть этот большой начальник, даже не понимая, что самое страшное, чему они там обучаются, повертает опыт ведения боевых действий в реальных ситуациях, которые там происходят, конкретные виды боевых действий. Второе, идет слаживание подразделений, потому что защитный подземлянский пир. Это уже опасно. Он этого не понимает. Ну, и третье там касается Ульяновской, так называемой, базы, на самом деле, перевалочный пункт. Помните, Ульяновской хотели американцы сделать? Я раскритиковал известное ведомство, а он там занимается, как сказал наш президент, ниже пояса только это ведомство. Оно вот всегда, ну, это то, что я вам говорю. И говорят, он нехороший, там нет был просчет. А на самом деле, о чем идет речь? Идет речь о том, что американцы нас просто, извините меня, как назвать, это называется, жаргон не хочется использовать, использовали по полной программе. Это связано с тем, что в свое время южный проход, это через Хайберский перевал, транзит грузов в Афганистан и из Афганистана, был перекрыт пакистанскими властями на фоне авиаударов беспилотников, точнее, по какому-то гражданскому там селу, там и так, несуть не в этом. И Пакистан сначала закрыли этот проход, а потом ввели высокую цену. И американцы как бы говорят, а вот мы через Ульяновск. Ни одного рейса американского не было сочинено, но как только пакистанская сторона понизила цену, американцы пошли, что это называется? И вот этот человек из трех постулатов, и как такие люди могут работать? Иди на пенсию, отдыхай. Или ему подобные же, которые на всех шоуах сидят. Наш, ура, ура! Что ты уракаешь? Он еще недавно говорил, этот деятель, схожий, нет? Когда его спросили, а вот Эртоган приехал на открытие мечети, и вот он сказал, что там просили, он, да, Эртоган понимает. Я его в последний раз за окном сказал, вам напомню, что вы сказали, Эртоган за неделю для сбитого нашего собора. Никакой аналитики, никакого прогнозирования, одно желание угодить. Вот таких деятелей нам не нужны. Нам надо растить молодых, перспективных востоковедов, реально оценивших ситуаций, и реально, которые могут говорить в лицо начальства. Я работал, мне повезло в начале, не только Андрей Кокошин, значит, Варен Ильич Манилов, знаете, наверное, да, был, в своем запрещении Совета Безопасности, первый замочек генерального штаба. Просто это мои начальные годы, дружеские отношения. Леонид Григорьевич Ивашов, да, без комментариев, да, знаете, тоже, да. И есть еще ряд имен в погонах, которые я не могу упоминать, да, хотя некоторых уже, к сожалению, даже живых нет. В гражданской системе Валерий Михайлович Серов, вице-премьер, да, до сих пор дружим. Юрий Дмитриевич Маслюков, первый замочек. Я всегда говорю, что есть, говорю, вот так, так и не так. Не так, вот заявление, я пошел, ищите другого, пусть вам говорят, как выход. Они все с пониманием относятся, потому что они все были умные люди. И начальник должен эксперта ценить по его эффективности прогнозирования и реальные знания ситуации, а не потому, что как он хочет лизнуть ниже пояса кого-то-либо. Вот если вы это имели в виду, я это имелаю. Да, вы помните, на прошлый раз мы говорили о том, что Турция – это проходной двор для терроризма. Да. Мы эти слова сказали одного очень известного эксперта, я не хочу назвать фамилию, но очень известный. Ну, не надо, не надо, да. Я говорю, у тебя научился толерантность, я фамилию называю, еще не давно называю. Вот, ну, он выступает на Russian Today и прочее, его знают во всем мире. Мы говорили, вот Семен Аркадьевич говорит, что проходной двор, а он говорит, что надо Турцию там открывать. Он говорит, ну, Багдасар, ну, он же армянин, что от него ходить? Ну, конечно, да. А в Египте я, наверное, еврей, да, если я говорю о том, что я говорил, что Египту мне надо по туризму. А в Тунисе я кто? Ну, тоже, наверное, евреи, я не знаю, там еще где, назовите мне еще страну. Да, я этнический армянин, но я, в первую очередь, гражданин России и российский патриот. И этому востоковеду, или кто он там, прости господи, не лишним было бы вообще-то посмотреть мои прогнозы по Турции, которые абсолютно сбываются на 100%. Для меня, я, честно говоря, немножко подзабыл, у меня масса выступлений было по Турции, когда сбили наш самолет, вы знаете, известное размещение на многочисленных сайтах. Мне саму прислали, ну, да, да, это было, ну, и что такое, когда я за пять лет прогнозировал все это. Да, я этнический армянин, но я хотел бы сказать, что этнические армяне всегда были прекрасными специалистами и по Иорану, и по Турции. Если этот придурок, называющийся экспертом, забыл об этом, я хочу напомнить, что крупнейшим специалистом по курдскому вопросу, по Турции, в целом, был Иосиф Афгарович Арбель. Надеюсь, он знает, что он тоже был вообще, строго говоря, этническим армянином. А одним из лучших наших разведчиков, работающих на иранском направлении, было целое плеяда разведчиков армян, а один из них всем известный, я могу назвать герой Советского Союза, Варданян. Я могу этот список продолжить, и паразитуры в Иране во времена Сталина, и Лаврентия Павловича, и бог знает кого. И никому в голову Иосиф Афгаровича не приходил в голову сказать, а как же он будет резентуру возглавлять, он же армянин. Ну, я так думаю, что когда человека говорят... Когда у человека нету... Это уже признак бессилия. Это признак бессилия, раз, и это признак абсолютно, наверное, обсутствие знания, аргументации нет. Да, потому что многие на меня смотрят, когда с ненавистью, у них аргументация, да, он может сказать термин, да, ну и что? Ну, давайте тогда посмотрим, мои прогнозы и ваши прогнозы. Ну, я еще раз говорю, если бы сказал Иосиф Виссарионович, ну, зачем вот этого на резидентуру возглавлять? В Иране сейчас, я не буду называть фамилию там, это не Варданян, Варданян немножко другой. Или ты бы сказал, а кто там должен быть-то еще? Ну, это армянин, да. Что касается Турции, как я вам скажу, сейчас вообще расстрою, в истории Османской империи и в истории с армянами Турцией масса армян была в руководстве страны. Извините меня, кто был Абдулгамид II, палач армянского народа? Вам любой турецкий армянский историк скажет, что он был по матери армянин, это все знают. А кто был начальник разведки, при нем был этнический армянин, а кто был руководитель жандармерии, который участвовал во всех этих безобразных армянин, а кто стал после того, когда убили и начальника разведки, и начальника жандармерии, еще один, то же самое было, так сказать. А современная турецкая история, хемшилы, кто это такие? Это исламизированные армяне, которых сейчас выяснится, что не 400 тысяч, а несколько миллионов, а среди них был и премьер-министр Турции, и современный Турции, и был мэр Анкары, и министр промышленности, и пришло образование. Ну и что? Ну и что? А они что, как должны думать-то, так сказать? Это правильно, это высшее проявление отсутствия аргументов из нации. Он армянин, а этот еврей, а этот русский, а этот, ну что вы хотите? Если бы этот эксперт пришел к Иосифу Сталиновичу Сталину, сказал, снимите Анастасову Микояна, потому что он армянин. Да, ну зачем вам нужно, что было бы дальше? Или не надо Баграмян доверять руководству фронта. Ведь одно из полуконспирологических моментов было, что, хотя я думаю, это не совсем конспирология, а реальность, что когда приделась война, возможно, в 40-х годах после Второй мировой войны с Турцией, вы знаете, мы выявили претензии, предполагалось, что командующим фронтом Иван Христович Баграмян, так про между прочим, почему-то, потому что Иосиф Виссарионович понимал, что человек воевал в Первой мировой войне, там он был поручиком в конной разведке, да, во-вторых, а кому как он прекрасно владел театром военных действий. И я для этого придурка, можете ему показать, еще раз напомню одну странную вещь. Вот почему-то в имперской России Александру Второму в голову не пришло, что во время русско-турецкой войны 1877-1870, Если бы Александру Второму сказал, не надо назначать командующим Кавказской армии, Кавказским фронтом, как вы назвите, этнического армянина, Микаэла Тарелыча Лорис Меликова, ни в коем случае, да еще с Нагорного Карабаха, Не надо назначать командира одного корпуса Тер-Гугасова, это вы понимаете, а другого корпуса господина Ахвазова, все трое были в их, из Нагорного Карабаха, все трое были армяне. Я хотел бы напомнить, что один из них, последний, Тарел, значит, Лорис Меликов стал министром внутренних дел Российской империи, и еще много чем, по сути, был вторым человеком в руководстве страны империи российской, а Ахвазов был в последствии генерал-губернатором за Каспия, внешняя Туркминя. Ну, никому же не пришло в голову, потому что умные люди были, они как этот идиот. Поэтому, ну, аргумент у нас же армянин. А, так, посмотрите, у нас евреев столько, тоже, наверное, надо отстранить их как-то от всего, ну, что, действительно, не пойдет как-то. Да, возвращаемся к таким, ну, это до дураков оставим, вот, если этот человек дурак, то он может, вот, возраздел полет по армянинам. А вы говорите, он известный там, в общественной палате. Да. Так, выключите, скажите, кто. Я выключу, скажу только, когда сейчас интервью закончится. Значит, вопрос следующий, значит, по поводу турецких войск и концентрации их на северной границе Сирии, вот что добивается Турция? Турция добивается аннексирования как северного Ирака, так в данный момент северной Сирии. И буферная зона, о которой я много раз говорил, это тот плацдарм, опираясь на которых они постараются продвинуться дальше. И если сейчас действительно пройдет переговоры в Женеве, и там будут участвовать, например, армия Ислама контролируют Идлиб, и всю провинцию Идлиб, крайне же Сирии, то закрепится и там, а по возможности в Алеппу уча не добивается. У нас какая-то должна быть игра контр? Конечно. Курды, курды и еще раз курды. А потом химшилы, а потом урумы, а потом лазы. А есть у нас специалисты, которые могут вести такую тонкую игру? Вы сами говорите, что по... Если государство захочет, они появятся. А если государство не захочет, вот такие идиоты, которые общественные... Вот такие они будут, которые будут... Да, он, знаете кто, евреи не надо. А он армянин, поэтому он хочет курдов поддержать, поэтому он хочет химшилов. Химшилы это, знаете, кто такой? Скажите. Исламизированные армяне. Это при Черноморье все. Это малая родина товарища Артаганамы. Он, вы знаете, исламизированный грузин. Там живет лаза исламизированная, менгрел или грузин. И у румы это исламизированные греки. Сейчас курды устанавливают с ними контакты. В 2012 году ничего не прибили Артагана. Было нападение на кортеж Артагана. Артаган был вынужден открыть охрану Артагана, огонь нацию. А вообще там есть тоже опыт партизанское восстание. В 1970 году не так уж давно было восстание химшилов за свою автономию. Подавлено, ты более тысячи уби, ты сотни ранен. Надо работать. Работать. Понятно. Читал воспоминания одного летчика, Акименко, очень хороший человек, патриот. Его наняли как-то в свое время, я не помню, какое время, чтобы он летал на самолете. И там была аппаратура специальная для определения убежищ курдов. Вот они вот в пещер, пещеры. Они не поняли, чем он занимается. Оказывается, турецкая, сканировали эти пещеры для того, чтобы потом бомбовый удар по них разводить. Он потом ужаснулся. В чем он участвует? Он не знал, где его купили. Технический летчик, он же не этот специалист, о котором вы говорите. Да. То есть, все непросто. По поводу Египта. Новость, что российские туристы могут вернуться в Египет. Об этом заявил Сергей Нарышкин. Вообще, я понимаю, Нарышкин, что он официальное лицо ездил, все сказал. Ну, с таким же успехом, можно сказать, призвать, чтобы наши туристы ездили в Афганистан. Тоже все хорошее место. Афганский Бадахшан, но красивейшие места. Фотографии где-то есть, да? Все это так, да, правильно. Только для того, чтобы туда были поездки, мало проверить один или два аэропорта на безопасность или в курортной зоне. Надо убедиться, что в этой стране вопросы безопасности достигнуты, террористическая угроза практически не существует. Пока сказать об этом в Египте, при всем уважении к руководству Египта и господину Нарышкин, я бы не стал. Для этого надо как минимум, чтобы в ближайшие полгода, год, а то и два, там не было ни одного теракта. Ни в курортной зоне, ни в Каире не нападали на генерального прокурора, Среди Белаги не убивали на полицейские участки, ни на Синайлища и боевые действия. Пока такого нет. Поэтому, если господин Нарышкин берет на себя ответственность, он берет. Кстати, египетские власти до сих пор не признали, что это был теракт. Ну, я уже об этом не говорю. Так что, будут ли они принимать какие-то действия безопасности? Если все хорошо, зачем, собственно, принимать действия безопасности? Конечно. Как вы считаете, вот сейчас многие говорят, что мы можем повериться с Западом, и это примирение будет в результате того, что мы сдадим Сирию. Это вообще возможно? Ну, мы в свое время сдали Ливию, давайте, давайте сдадим еще более важную страну Сирии. Можно еще чуть-чуть сдать, только отношение к нам будет. Наш Запад постоянно обманывает. Нас обманывают и по Ливии, и по другим делам. Вы помните, как госпожа Клинтон дарила кнопку нашему министру странных дел? На так перегрузились, что чуть от страны могло бы ничего не остаться. Хватит ведь перезагрузок. У нас есть национальный интерес, уважает сильного. Сдавать никого не надо. Ну, и последний вопрос, потому что уже короткое, да? Какой вопрос я вам не успел задать? Потому что вопросы все были в русле, так сказать, ваших выступлений у Соловьева. Наверное, какой-то вопрос я интересный, точка невостоковеда, но я не успел задать. Вы знаете, я выступаю часто, рассказываю, я никогда не отвлекаюсь от тем, если обратите внимание. Я расскажу о конкретных вещах, с конкретными моментами. Я единственное скажу, что мы сейчас на Ближнем Востоке очень активны. Мы должны быть активны в Центральной Азии. У нас много сюрпризов будет в Центральной Азии в этом году, особенно летом-осенью. Поверьте, это так. Я всегда это говорил в лицо, и в том числе вот в этом известном моем выступлении пятилетней давности, когда я говорю, не надо. Многие тоже говорили, наверное, он армейный, поэтому так не любит Артагана. А я обосновывал все. Парту справедливости, братья-мусульмане. Я же никогда не говорю голословно. Нам нужно восстанавливать востоковедение. Нам нужно восстанавливать востоковедение вообще как такового. Как я называю прикладное, оно не совсем может быть. Военное востоковедение. Если вы мне сейчас найдете какого-нибудь человека, который придет сюда, я вам скажу, там, задам вопросы по религиозным, этническим нюансам Турции, Ирака, Сирии, всего Ближнего Востока, он мне в течение двух часов все это обрисует без всяких шпаргалок, я скажу, вот он есть. Когда мне говорят, что такое вообще востоковедение? Я говорю, это даже не тот, что выучил там гемо, какой-то язык, как у некоторых вот такие эксперты изучают. Этот человек должен чувствовать народ. Вот я у Соловьева тоже это часто говорю. Если мне говорят, вот он Иран знает прекрасно, я говорю, да, персидский хороший, да, это все. Поставьте песню Гугуш. Если вот такую конкретную песню начнет плакать, я скажу, он Иран знает. Хотя Гугуш не в Иране, сейчас живет, после Исламского леса уехала. Я как пример говорю, если нет, то так же он может о пингвинах в Антарктиде рассуждать и быть тоже специалистом по Антарктиде. Продолжение следует...